Случалось ли вам, дорогие мои человеки, проходя колоаптеки, наблюдать на земле, ну или, иногда у некоторых случаях, мусорные контейнеры, заполненные фунфырками такими небольшими? Один из таких фунфырков сегодня попал ко мне на обзор. Боярышника, настойка, Республика Беларусь, город Борисов. Любезно был предоставлен одной из аптек. Один рубль 12 копеек за 50 грамм. Но, но, это еще не все. Сегодня будем искать, как много мяса находится в щечистках наших. Сегодня у нас соревнуются Вичебск, молочные, высшего сорта. Берлинки фирменные, колбасные, воронные щечистки мягкие, а, мясные, город Слоним. Так. И щечистки из города Бреста, молочные, тоже высшего сорта. Брестский мясокомбинат. И еще у нас Гродно. Ну, Гродно продаваю все это россыпью. Так я продаваю, что Гродно и мне одну щечистку напробовала. Молочные, тоже высший сорт. Что касаемо цены, ну, тут цена, в принципе, особо застрать нету смысла. Ну, разве что вот Витебская 9,99 килограмм. Там маркетинговый ход такой, типа, меньше 10 рублей. Ну, логично. Ну, а так, в принципе, они где-то от 8,5 до 9,99 рублей. Так что, ну, плюс-минус получается, полтора рубля где-то. На цене особо заострать внимание, я думаю, нету смысла. Ну, еще хотелось бы сказать, прежде чем приступим к дегустации, о небольшом, но очень полезном магазине для рыбаков и активного отдыха. Fish.com.by. Ссылка на него будет в описании. И 10% у лично Степана Кондратьевича. Вы получите скидку на любую покупку по промокоду СОМЯРА. Заходите на сайт, там, покупаете, что надо, выбираете, кому это высвечивается цена, а потом вводите промокод СОМЯРА. И вам тут же, хоп, скидка, 10% вот. Пишите, скорее, за покупку, но после просмотра нашей этой, я надеюсь, очень вкусной. Приступаю к обзору упаковки боярышника. Картонная снаружи. Так, здесь вот это стекло. Стекло, не пластик, нет, как некоторые делают. Так, и инструкция по эксплуатации. Давайте зачитаем сразу инструкцию. Так, этот самый. Биологически активные и высшие слаждающиеся в плодах боярышника оказывают умеренное кардиотоническое гипотенчивное и седативное действие. Ага. Так, применять. Как применять? Принимают внутрь, до еды. О, сейчас понял. Взрослым рекомендуется принимать по 20-30 капель настойки, разведенной в 1,4 стакана воды 3 раза в день. Детям старше 12 лет даже можно 3 раза в день по 10-15 капель. Длительность курса лечения, короче, всё ясно. Это не серьёзно, нет. Всё-таки надо прочувствовать, как это дело происходит. Тут получается спирт 65%. Не менее 65 спирта этиловый. Спиртовое излечение из плодов боярышника 1 из 10. Ага. Так. Виделец. Стакан. Ну, получается 65% за 50 грамм рубль 12. Так, с математикой тут сейчас не соображу, но это что-то получается... Ну, может, чуть-чуть дешевле будет, но опять же, чем водка. Но опять же, водка у нас делается на люксе, либо альфа-спирт, так? А тут просто спирт этиловый. То есть это даже хуже, чем спирт высшей очистки. Напоминаю, из пищевых высшей очистки, в принципе, сейчас это, ну, считай, самый некачественный спирт. Ну, сейчас до него даже водку это не встретишь. Аж на здру пробило. Ой, так что, может, и будет троху там на рубль-два дешевле, но, честно, не. Лучше, наверное. Ну, ладно, сейчас, может, наоборот, может, это более, как, знаешь, там, я же не знаю. Так. Ой, так я буду долго капать. Надо фунфырок ускрыть. Ой, пошел запах сразу. Ну, понимаете, запах, дорогие мои человеки. Что-то меня потрахивает уже сразу. Как будто валерьянка, только легкая. Валерьянка, он такой насыщенный запах, так? Аромат, можно сказать. Ой, ухо залупить. А это... Не, тут такое-то... Он легкий такой. Ладно. На три части, я думаю, разделить. Цвет слегка корочневатый. В принципе, никаких укроплений. Нет, немножко какая-то небольшая узвечь есть, присутствует. Ой, одну секундочку. Надо завести кастрюляку, понимаете, в чем дело. Мы сейчас будем это... Ну, прежде чем пока мы будем сейчас употреблять, чтобы вот это вот еще проварить. Сисиски наши. Так. О, с первого раза. Хороший признак. Потому что... Можно было бы, конечно, ну, надо подвергнуть температурной обработке. У нас это еще дело. Ой. Водичка есть. Он уже пар сразу пошел. Но дело в том, что... Можно было бы, конечно, пожарить. Там, знаете, некоторые любят пожарить. Но я буду варить, потому что... Так, пока она закипает. Чтобы было равномерно. Потому что, когда жаришь, какая-то щисиска может там с краю троху летше отойти, кыш. Какая-то... Может, вот я сразу их закидываю. Не переживайте, мусор я тут на территории не оставляю. Тут все у меня сделано. Так. И тут что, я зубочистки взял? Картонку туда. И вот. Йоду взял. Понимаете, в чем дело? Так, Гродненскую поспешил чуть-чуть. А вначале йодовую обработку дать. Ну, состав зачитаем, конечно. Но надо проверить на наличие йода. Мало не будет указ. Йод, крахмал, там вся эта. Так, Витебская будет. Гродненская будет, запоминайте. Без зубочисток. У Витебскую ставлю одну зубочистку. Вот я сразу ложу сюда и помешаю купачку эту одну зубочистку. Вот одна будет. Безская. Две зубочистки. И слонемская. Слонемские можно ничего не ложить, они самые длинные у нас. О. Видите, какие? Слонемша они решили почему-то пойти длиннее, но зато тоньше. Я предлагаю до того еще, как закипит вода, провести пищевой эксперимент. Накрашивание йодом. Так, это у нас две. Брестская. Витебская. Ну, прям цвет не меняется. А что вы сюда, крахмал? Не добавили, что ли? Слонемская. Хм. Интересно. И это вот... Только глядите, почему-то на слонемской и гродненской полоске такая осталась, а тут что-то крахмал стал исчезать. О. Что-то я не понял. Ну, то есть не крахмал, а йод. А куда дьется? Странно. Ну, прям я и не вижу, чтобы особо как-то цвет менялся. Тут что-то, ну, как-то ничего, да, нету, видите, вот. Это вот бояр. Дорогие мои человеки, прошло пять минут, как варут наши щищески. Так, режиссура, дай крупный план, пускай зритель поглядит. На аромат. Ой, ну приятный аромат. А мы пока лыжнем этого. Фух. Ой. Ваше здоровье. Ой, хватаю гродненскую. Ой. Мне надо выложить сразу еще. Это брест. Ой. Слоним, о. Слоним больше скрывился. Это хорошо, потому что белок. А с одной это витебская. Витебская что-то меньше скрывилась. И гродненская. Ребята, беру гродненскую. Закусить. По впечатлению от этого. Понимаете, вначале пьешь, вроде бы первый заход его, ну, не жестко. А вот жесткость потом как-то троху идет. Вроде как и крепче. Иногда крепкие напитки. Кастрюляк уберу. Заходит, ну, лучше, чем там даже бывает мягкий. Ну, о, сейчас прошло. Чепло согревает. Вот такое пошло. Оно все вниз. Я ожидал худшего. Прослези еще, правда, трох. Так, гродно. Оцениваем. Неплохо. Не чувствуется каких-либо специй абсолютно. Жуется мягко, но не мыло. Нет, как, знаете, бывает, купишь такие за 3 рубля совсем уж дешево, как мыло. Нет, это трошку жуется. Так, даже у комаров больше стало. Гродно, к сожалению, состав я вам не зачитаю, потому что, ну, в упаковке нет, она одном этом не пишется. На сайте, если что, гляньте. Так, давайте тогда еще одну засадим. С одной. Ну, давайте Витебскую. Вот я возьму. Так, Витебская. Вот это как-то более насыщенный вкус. И более упругая такая. Неплохо. В принципе, Гродненской поставлю 8 баллов. Витебской, пожалуй, ну, тоже 8. Как-то слишком, знаете, после укусия солоноватая. Состав. Свинина, вода печевая, телятина, жир сырец, говяжий, свиной, соль юдированный, агент отечислой загуститель, агент желирующий, регулятор кислотности, агент влагодерживающий, загуститель. Е410-415, агент окислители. Мальто-декстрина, молоко сухое, меланж, яичный укус, ароматы, декстроза, алиорезины. Декстроза. Запятая. Потом алиорезина. А, алиорезина. Двое тоже кардамона, черного перца, белого эмульгатора, душистого, мускатного. Короче, сахар, ароматизаторы, сухой белковый гидротезатор, о господи, возможно, следы глютена, горчица, сельдерей, кунжута. И грязи из-под ногтей в очке слесара. Ой, я себе не представляю, зачем, зачем просто это. Ну да, понятно, вы это все пытаетесь удешевить, но, конечно, это страх божий. Ой, к сожалению, состав меня не радует. Что-то витебских сосисок, но а Гродненские остались пока. Ну, нейм. Так, перейдем, значится, трошку накапаем. Ой, что на раз как раз осталось. А вы знаете, что, а вот на второй-то раз и мягче аромат ощущается. Подействовал, наверное, как это, успокаиваешься. Ну, тогда по второй. Ой. Ох. 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 Чего мы не закусывали? Брест. Брест. Ой. Вот мясной, но как-то больше свинины здесь, наверное. Так. Зачитываю. Свинина, вода, говядина, жир, сырец, свиной, меланж, молоко сухой, комплексная пища, добавка. Там пошли, короче, мясной продукции с йодом. Карагиан, глюкоза, сироп глюкоза, ущитель, укус и аромата. Экстракт, специи. Ой, короче, имбирь, чеснок. Хм. Ну, тут немножко больше специй и прямо меньше вот все, что витебский, если так читать. Хотя тут уже стабилизатор перофосфата. Ну, что-то все-таки нет, меньше в брестке, мне кажется, так, субъективно. Да, всякие алиорезины, дик. Да, тут все-таки, тут больше обчет на брестке, на специи. Вот две палки. Ммм. Она такая, знаешь, упругая. Да, чувствуется какие-то вот больше такая специи, соли. Немного, она не пересоленная. Жуешь? Ну, действительно что-то похоже на мяско. Ммм. Я, пожалуй, ее усю съем. Ммм. Девять из десяти ставлю. Это вкусно. Это вкусно. Нет, это вкусно. Пока что это вкуснейшее. Может быть, слонимские что-то поменяют. Не знаю. Но это мне понравилось. Из трех пока что брестке мне понравилось больше всего. Берлинки фирменные. Слонимский мясокомбинат. Состав. Свинина, вода, мясо, птицы, механические обвалки. А там прям и не было механической обвалки указано. Просто было написано, что мясо. Белковые гранулы. А в скобках написано. Шкурка, вода, комплексная пищевая добавка, краситель, соль, декстроза. Жир, сырец, говяжий, свиной, сыворотка, молочная сухая, животный белок. Комплексная пищевая добавка, стабилизаторы. Правности и экстракты. Чеснок, мускатный орех, кардамон, жилирующий агент. Декстрозы, густители, антиокислители, укусы аромата, соль поварная пищевая. Фиксатор окраски, отчислеживающий агент, соль поварная. Возможно, содержание следов ореха, мускатного, кунжута, сельдерея. Да, ясно. Что, уберини вот так вот готовили раньше эти вот щиски, да? Ой, насыплю пока, пускай подышит. Все, пусто. Сейчас прям так шумит у головы, понимаешь, ощущение какое. Шумит, да. Ой. И как-то так вот спокойно стало, слушай, на самом деле. Это я засадил больше, чем половины сейчас, так, получается. от 50 граммов. Да, ложка не подействует. Теперь я понимаю, почему они берут сразу целую. Чтобы успокоить это, ну, после различных мероприятий, получается, чтобы успокоить нервы, сразу целые упивают иногда. И потом за второй, третий там идут. Хорошо. Слоним. Как усы. Ладно. Запах. Ну, запах вот ничего, такой свинина. Да, свинина какая-то. Ну, что-то с какими-то добавками. Так. У нее, получается, сверху корочка. А внутри не очень упругая, но и не мыло. Вкус. Не чувствуется специй. Ммм. Получается, это, ну, что-то похоже на мясо. Но. Ммм. Знаете, есть и как бы можно. Значит так, пупсик. Быстро очищаешь сосиски, нарезаешь на вот такие вот штучки. С сыром делаешь то же самое. Затем быстро отлюля-кебаб киваешь их. Потом быстро делаешь кляр. Два яйца, значит, вода, масло, соль и все перемешиваешь. Добавляешь муку и получается у тебя кляр классный. Нашлюля-кебаб кунаешь в кляре, затем в муке опять в кляре обжариваешь на большое количество масла. Засыпаешь зельни, быстро съедаешь этот льва-кебаб. Но не совсем то. Нет. 7 баллов, это я больше не поставлю. Что-то, ну, вот не хватает чего-то. Или переборщили. Они более такие солноватые какие-то. Не. Ммм. Дорогие мои чуваки, ну, как бы... Не, это все-таки 7 баллов получит. Извините, слоним, конечно, но что-то как-то нет. Ой. Ну что, какие бы хотелось бы сделать выводы, дорогие мои чуваки. Сегодня мы с вами находили следы сельдерея, горчицы и грязи с под ногтей, возможно. Наличие крахмала у различных, ну, вроде бы как не выявили даже, ну, и в составе вроде бы как не указано наших отечественных чесисок. И исследовали вот успокаивающие свойства боярышники, настойки. Брески пока что мне понравились больше всего. Ну, в следующий раз будем еще что-нибудь исследовать. Возможно, слоним отыграется. Все, дорогие мои, на сегодня отшаливаю. Ставьте лайки, подписывайтесь комментариями, на канал подписывайтесь, делитесь роликом в соцсетях. Все, в общем, обязательно комментируйте. Ну, а я уже это засажу, да. Продолжу дальше исследование. Счастливо! Брески за ним. Счастливо! Счастливо!